МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ. В студии Ольга Цымбарович. Расскажем о главном к этому часу. В Волгограде продолжают уборку городских территорий после разгула непогоды. Еще ночью муниципальные предприятия вывозили с городских улиц валы снега. Удалось собрать 1900 кубометров. В работе, как обычно, мастера задействуют комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры и грузовую технику. Единственное, что мешает коммунальщикам, это брошенные вдоль проезжей части машины. Поэтому автомобилистов просят учитывать это обстоятельство и оставлять свой транспорт на парковках. В связи со стремительным ростом заболеваемости губернатор Волгоградской области встал на защиту трудящихся. Андрей Бочаров предложил освободить всех сотрудников с первыми симптомами легкой простуды от работы на период до трех дней без больничного листа. По словам главы региона, такой метод поможет сократить количество больных и не допустить распространения болезни. По словам Андрея Бочарова, из-за ОРВИ COVID-19 в пять раз за несколько дней вырос поток пациентов к терапевтам. Волгоградцы боятся, что если не откроют больничный в первый день болезни, у них могут быть проблемы на работе. Анализ обращений жителей в поликлинике показывает, что обращаются не только люди, которые реально нуждаются в помощи медицинских работников, состояние здоровья которых требует постоянного наблюдения врачей и медицинского сопровождения течения болезни, но и значительное количество людей, у которых болезнь проходит легко, даже без повышения температуры. Глава региона предложил работодателям освободить сотрудников с первыми признаками простуды от работы на период до трех дней без оформления больничного листа. Андрей Бочаров подчеркнул, нужно дать людям поправить здоровье, определиться со своим состоянием, получить документы и необходимое лечение. Я предлагаю оперативно рассмотреть данный вопрос в рамках областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и окончательно утвердить его на ближайшем оперативном штабе в Волгоградской области. Андрей Бочаров подчеркнул, это начало атаки о микрон штамма. Врачи прогнозируют пиковые нагрузки с февраля по март. В поликлинике Волгограда начнут выдавать больничные дистанционно. Как сообщают специалисты облздрава, такие меры связаны с большим наплывом пациентов и желанием развести потоки больных людей, чтобы не допустить еще большего количества заболеваний. Новая волна коронавируса в совокупности с сезонными респираторными заболеваниями вновь привели к огромным многочасовым очередям в поликлинике. Однако теперь для того, чтобы получить лечение и больничный лист, не обязательно выходить из дома и подвергать риску жизни окружающих и свою собственную. Когда и больничный лист может выдаваться дистанционно, когда и доставка лекарств может быть бесконтактной, особенно для пожилых людей. Как поясняют специалисты, на сегодняшний день в два с половиной раза выросло число обращений в поликлинике пациентов с проявлениями вирусных инфекций. Медучреждения переполнены, и специалисты разворачивают дополнительные колл-центры для приема звонков от граждан. Не приходя в поликлинику, можно сделать даже отбор мазков, если есть подозрения на коронавирусную инфекцию. Все это делается по вызову врача на дом. Волгоградская область вновь обновила антирекорд по приросту заболеваемости COVID-19. За сутки диагноз подтвердился у 816 жителей Волгоградской области. Это на 132 человека больше, чем накануне. В Ворошиловском районе в Волгоград автобус снес на перекрестке автомашину «Ладу» и протащил ее несколько метров. В результате ДТП пострадали две женщины, находившиеся в салоне отечественной легковушки. По данным регионального главка МВД, ДТП произошло 25 января на улице Череповецкой. Автобус шел с улицы Ленкаранской в сторону Ордатовской. На пересечении с Елабужской водитель решил проскочить на красный и столкнулся с «Ладой». Автобус протащил несколько метров легковушку и вытолкнул ее на тротуар. Две женщины в салоне отечественного авто получили травмы. Автомобильная дорога – источник повышенной опасности. Этому учат в школе, рассказывают родители. О СМИ и госавтоинспекции неустанно об этом предупреждают. Но, тем не менее, находятся те пешеходы, которые игнорируют простые правила. Переходить дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу, посмотрев перед этим по сторонам. Как следствие, ДТП, виновниками которых становятся не только автомобилисты, но и пешеходы. Сотрудники госавтоинспекции Волгоградской области провели очередное профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение ДТП с участием пешеходов – «Вежливый водитель». Оно прошло одновременно по всей Волгоградской области. Каковы итоги и сколько автолюбителей оправдывают звание «Вежливый водитель», выясняла Алина Успенская. Как определить вежливого водителя на дороге? Он всегда соблюдает правила дорожного движения и не создает помехи другим его участникам. Но есть и такие автомобилисты, которые уверены – те несколько секунд, которые они потратят на то, чтобы пропустить пешехода, приведут к сдвигу их плотно расписанного дня. Итоги такого поведения чаще всего плачевны. Пешеход может попасть в больницу, а водители получают штрафы, лишаются прав или становятся фигурантами уголовного дела. Чтобы такие ДТП не происходили, сотрудники ГИБДД регулярно напоминают пешеходам и водителям об их обязанностях. Хотели спросить, в чем заключается понятие вежливого водителя? Пешеходам уже попасть. Конечно. Скажите, пожалуйста, в условиях тумана важно носить световозвращающие элементы для пешеходов? Все есть у меня и пешеходов. У детей фликеры, бликеры должны быть тоже. Световозвращающие элементы – обязательный атрибут для пешеходов. Это позволяет им стать заметнее на дороге, поможет водителю увидеть человека в темное время суток, в тумане или во время снегопада. Во-первых, внимание должно быть на дороге, знание правил и соблюдение всех режимов движения. Пешеходы должны тоже заботиться о водителе и не идти напролом через дорогу, а оглядываться по сторонам, прежде чем как идти, потому что, возможно, какие-нибудь технические проблемы с машиной могут возникнуть. Инспекторы раздали водителям памятки с полезной информацией и наклейки «Вежливый водитель». Многих из автомобилистов по праву можно считать примером для подражания. Максимально адекватно, не нарушая правила дорожного движения. Машина, видите, растонирована полностью, чтобы было все видно, был хороший обзор. Не обгоняем, не превышаем и уважаем других участников дорожного движения. Большинство водителей стараются и пропускают пешеходов на пешеходных переходах, но ввиду погодных условий иногда не получается сразу остановить транспортное средство. Это в очередной раз доказывает – пешеходы должны заботиться о своей жизни и не провоцировать дорожно-транспортные происшествия. Особая ответственность лежит на взрослых. Родители и учителя должны напоминать детям, как правильно вести себя на проезжей части и к чему может привести их беспечность. Несмотря на то, что год у нас только начался, эта категория дорожно-транспортных происшествий у нас находится в зоне риска. За прошедший месяц у нас зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека уже погибли. Это беспокоит госавтоинспекцию и мы призываем как водителей, так и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Но в ходе профилактического мероприятия выявили и недобросовестных водителей. Один из них так затонировал автомобиль, что даже в светлое время суток, видимость в нем очень ограничена. Прибор ТУ-метр показал превышенные значения. На водителя составили административный материал. А когда темно все видно, для этого делается, чтобы не сильно было. То есть это не сильно? Это не сильно. Очередные профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов прошли одновременно во всех районах Волгоградской области. Итоги радуют. Большинство водителей знают, чем опасны зимние дороги, как избегать возможных аварий и насколько важно быть внимательными к пешеходам. Алина Успенская, Роман Седлецкий. Время новостей. Наши ведущие Инна Емельянова и Михаил Насыров продолжают знакомиться с новыми видами спорта. На этот раз в программе «Кузница чемпионов» они расскажут, почему хип-хоп – это стиль жизни и что такое кач и степ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, еще раз. Не просто танец, а стиль жизни и образ мыслей. Хип-хоп изначально, как хип-хоп, он родился и он вырастил именно импровизаторов, то есть движением людей, которые танцуют именно в фристайл. Это абсолютно, то есть фристайл – свободный стиль. То есть и он направлен как раз таки на то, чтобы люди умели танцевать и вариативно исполнять разные движения под разную музыку. Танцору необходимо чувствовать свое тело, музыку и бит. Хип-хопом я начала заниматься не так давно, я занимаюсь всего лишь год. Сейчас я уже не представляю свою жизнь без танцев. То есть я прихожу домой, каждый день со школы я иду танцевать. Хип-хоп – явление уникальное. Это культура, в которой артисты постоянно пытаются создать что-то новое и переосмыслить уже созданное. Эти ребята являются батловыми танцорами, действующими танцорами. Они через призму своего опыта и, самое главное, своего эмоционального состояния могут замотивировать детей двигаться, как они. Благородство, доброе сердце и умение прийти на помощь в сложной жизненной ситуации. Накануне в День российского студенчества в Волгоградском государственном медицинском университете состоялось торжественное награждение благодарственными письмами Минздрава РФ всех учащихся, принимающих участие в акции «Мы вместе». Эти неравнодушные студенты помогали пожилым людям и семьям, где растут дети с ограниченными физическими возможностями. Неравнодушные студенты, помогавшие пожилым людям, семьям, где растут дети с ограниченными физическими возможностями. Они привозили лекарства и продукты первой необходимости. Олег Трапезников начал свою деятельность в качестве волонтера. За все время добровольчества он участвовал в развертывании инфекционных госпиталей и доставке продуктов нуждающимся волгоградцам. «Работали средним и младшим медицинским персоналом в ковидных госпиталях. То, что мы помогали бороться с новой коронавирусной инфекцией. Я считаю, это долг каждого врача – помогать нуждающимся». А вот Эльвира Покручина работала в инфекционных госпиталях у Рюпинска и Калача-на-Дону. «Было очень страшно. На самом деле даже охватила нас паника. Вот первые, наверное, 10 минут. Было тяжело дышать. Вот эти очки на нас давили. И все, вот это было так неудобно. Потом привыкли. Мы ставили капельницы, делали уколы, раздавали таблетки». Совершенно бескорыстно студенты привозили пожилым людям, а также семьям, где растут дети с ограниченными физическими возможностями, лекарства и продукты первой необходимости. Труд молодых людей отметил ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин. «Получается, самая престижная профессия, она самая сложная. Она, естественно, с элементами, наверное, сегодняшней жизни элементами героизма. Но у вас точно это все получается, потому что талантливый человек, он во всем талантлив, поэтому, наверное, не случайно все ваши достижения таковы». Владимир Шкарин в своем выступлении также отметил, что бывших студентов не бывает, а Татьянин день – это праздник и преподавателей тоже, которые активно участвуют в судьбе современного студенчества и сами продолжают учиться. К этому часу у меня все новости. Итоги дня подведем с вами уже в 20.00. Не переключайтесь. Сегодня днем в Волгограде небольшой снег, туман и изморозь. Ветер юго-восточный 3,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от минус 3 до минус 5. Волгограде. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»